К этому времени мы с вами в основном разобрали все вопросы, связанные с возникновением огнеток. Посмотрели, откуда этот механизм может возникать, и что самое интересное и самое важное, убедились, что этот механизм не нечто принципиально новое, а просто модификация того механизма, который уже существовал у данного живого существа. Ну, в частности, модификация дыхания для продракончиков, это модификация какого механизма? Пистолетовый газовый пистолет, боевая газовая трючка. Собственно, то, на что они делали ставку, первоначально. Так, им посмотрели, что в предложенной нами модели вроде бы соблюдается принцип ствозной адаптности. Все это очень схватно, ряд проблем мы с вами начали решать, но, должно я вам сказать, господа, что у нас пока такое дворовое решение. Достаточно непрофессиональное. Дело в том, что наши продракончики пока бомжи. А, натурально. У них нет постоянной прописки в биологическом сообществе. Значит, дело в том, что любой биологический вид, который всерьез появился на земном шаге, как, значит, вынужден и обязан занять строго определенное место среди остальных биологических видов. Вот такие упорядоченные структуры называются биологические сообщества. Вот сейчас мы немножечко о них поговорим, о тех законах, которые слагают сообщества, о той динамике, которая возникает в сообществах. А пока такой вопрос. Как вы думаете, а какая из наук изучает структуру и жизнь биологических сообществ? Про экологию. Экологию, разумеется, экология. Кто знает, как переводится термин? Ну, про экологию слышали все. Попробуйте перевести на русский. Логичность. Нет, логос – это совершенно не логичность. Почему все это не логичность? Логос по-гречески. Учение. Даже не учение. Значит, божественное слово. Логос. Божественный звук. Божественный смысл. Отсюда корень логос достаточно во многих науках. Так, та же самая логика. Хорошо. Значит, а экология, экус, эйкус, это что такое? Опять же, греческий. А теперь он, да, не знаю, живой. Нет, все очень просто – дом. Так что экология, в дословном переводе на русский язык, ближе всего переводится как домоводство или домоведение. Значит, какой дом имеется в виду? Земной шар. А теперь, а чем занимается экология? Ну, если забыть, весь этот не очень грамотный бред по поводу зеленых, охраны окружающей среды, шитья штанишек для собачек, чтобы они не мелсли. А теперь так? Надь, чем на самом деле занимается эта экология, прошу? Изучение окружающих среды и предотвращение экологических катастроф и все такое. О-ой-ой, предотвращение. Попробуйте предотвратить пятна на солнце. Пятна на солнце. Попробуйте предотвратить приливы и отливы. Экологическая катастрофа, ну, кроме всяких глупостей, вызвана действительно человеческой деятельностью, типа взрыва какого-нибудь рядатора, да? А остальные экологические катастрофы предотвратить... Техногенно. Техногенно. О-о-о, вот теперь правильно. Теперь совершенно верно. Только предотвращение техногенных катастроф это задача экологии или нет? Нет. Это задача инженерии. Будьте добры строить так, чтобы не взрывался и не ломался. Это понятно? Хорошо. А чем же все-таки экология-то занимаешься? Система. Взаимодействие биологических сообществ. На самом деле, ну, давайте я их в блинешнем запишу. Экология – это наука о взаимодействии организмов с окружающей средой. Итак, наука о взаимодействии организмов с окружающей средой. Где это организм? Да. Организм. А все вы для меня. Вы части моего организма или что-то? Я часть окружающей средой. Значит, взаимодействие разных живых существ друг с другом попадает в рамки рассмотрения экологии? Да, да, попадает. Итак, не только с неодушевленной средой, но и с живыми организмами в том числе. Значит, вот это как раз и есть предмет рассмотрения экологии. Экология – наука многоуровневая на самом деле. С самого начала, ну, вот, факторная экология, основная экология. Мы с вами сейчас заниматься не будем, это в сторону андраконистки слишком далеко. Так? Но представление об экологическом факторе все-таки лучше иметь, потому что без этого не следит представление об экологической нише. А это у нас будет очень важно. Любое воздействие, влияющее на выживание и размножение данного вида живых существ, называется экологическим фактором. Ну, и теперь вопрос. С вашей точки зрения, жизнь любого вида, абсолютно любого живого существа, неважно, морковки, потасиновика, человека, амебы, абсолютно неважно, находится под воздействием какого-то одного фактора? Нет, огромного фактора. Пяти факторов? Нет. Ясно, что очень много. Теперь, второе очень важное утверждение. Как по-вашему, а для разных живых существ экологические факторы будут совпадать или только частично совпадать? Частично совпадать. Конечно. Допустим, под фундаментом гимназии роется кровь. Наличие червей в почве для него является экологическим фактором? Да. А для меня? Нет. А вот наличие кислорода в земной атмосфере для него является, а для меня тоже является. То есть для разных живых существ ряд экологических факторов может совпадать и перекрываться, а ряд может быть не совпадающим. И тебе это понятно? Поскольку реальных экологических факторов можно выделить, но буквально тысячи разных, то необходимо хотя бы группу в классификациях произвести, чтобы понятно было, с чем делаем. Традиционный фактор делить на две группы. Первый фактор. Биогенная. Биогенная. Первая группа. Это что такое? Это воздействие, появляющееся за счет деятельности других живых организмов. Давайте подумаем, какие биогенные факторы являются самыми распространенными и самыми важными для всех живых существ. Для всех. Для еще воды. Воды. Воду производит живые организмы. А, нет. Нет. Биоген – то, что произведено живыми организмами. Фотосинтез, ну, растения. Они уже производят... Фотосинтез – это процесс. Фактором он быть не может. Фактором может быть и результат процесса. Но фактор – это кислород. А, кислород. Наличие кислорода в окружающей атмосфере. Да, действительно, этот фактор достаточно важный. Не для всех. Не для всех. Потому что есть анаэроба. Организмы, для которых кислород не только не нужен, но даже ядовит. Да? Но дело-то в том, что реальное живое существо получает кислород будет от другого живого существа или из атмосферы? Из атмосферы. Из атмосферы. Здесь у нас пересадка ведется. Да? Так что получение фактора нет живой системы. Атмосфера не является живой системой. Хорошо? Цепочка питания. Ага. Вот пища. Чем питается живое существо? Здорово. На самом деле, два типа питания какие? Существо питания. Плохо. Гетеротроха. Гетеротроха и аптотроха. Существенно грамотные. Так? Аптотроха. Для них что является сырьем для питания? Неорганика. 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 Минералы очень малой степени. Еще, если не ошибаюсь, в конце XVIII века был поставлен такого. Один из исследователей взял веточку ивы. Вы знаете, что ива отлично укореняется, если свежую ветку вопнуть в песок. Она даст корни и потом превратится в нормальная гетерра. Так? Отлично. Взял веточку, взвесил, выяснил, сколько она весит. Так? И посадил ее в здоровой бочке с землей. При этом аккуратно взвесил, сколько там земли было. Так? И ива у него 20 лет росла в этой бочке. Отлично. Через 20 лет он откопал то, что выросло. Понимаете, за 20 лет какого размера дерево выросло? А вот 10-летняя ива. Это уже большое дерево. Откопал аккуратно со всеми корнями, ветвями, листьями и так далее. Все взвесил и аккуратно взвесил в землю, которая осталась в бочке. Как повышено. За 20 лет она сидела в этой бочке. За 20 лет какая масса растения стала? 20-летнее дерево. Ну, гораздо больше, чем было. Ну, примерно, ориентировочно. Ива и тополя быстро растущие деревья. В 20 лет это уже вот такое дерево. Да, да, 20 лет. Ну, во всяком случае, десятки килограммов. Да. Отлично. Масса земли изменилась или не изменилась? Не сильно. Изменилась. Насколько масса земли изменилась? Изменилась. Да, примерно так. Ну, там порядка полтора-сто граммов. Вопрос. Масса приросла на десятки килограммов. Ничего потеряла. Первые сотни граммов. Откуда остальную массу взял дерево? Изводит биосинтез. Знаю чё. Как называется этот вариант биосинтеза? Фотосинтез. Фотосинтез, разумеется. Основной прирост биомассы у растения идет за счет массы углекислого газа и воды. Из этого сырья какое органическое вещество могут строить растения? Только одну группу органических вещества? Сахара. Сахара. Только сахара. Глюкоза. Формула глюкозы помните? Да, А6, С12, О6. Чего? Нет. Сейчас, нет. С6, А6. С6, А12, О6. Отлично. На самом деле, эта глюкоза, разумеется, частный скотч сахара. Сахара, в соединении с которыми работа легко и приятно. У них есть общая формула. На самом деле, вот такому варианту общей формулы подчиняются не все сахара. Вот эти коэффициенты могут немножко меняться. Н, Н, Н. Но, тем не менее, для большой группы сахаров приемлема даже такая простейшая. Исходя из этой формулы, если мы знаем количество углерода, можно ли точно сказать, сколько кислорода? Да. Можно. А сколько водорода? Да. Можно, да? Ну, значит, первое правило сахара не бывает с Н меньше трех. Самый простой на свете сахара – триоза. Три углерода, соответственно, три кислорода, шесть водородов. Обратите внимание, в состав сахара что-нибудь, какой-нибудь химический элемент, кроме углерода, водорода, кислорода. Кольт или нет? Нет. Нет. Именно сахара можно построить в ходе реакции фотосинтеза. СО2 плюс H2. Попробуем уравнять реакцию. Сначала по углеродам. Здесь шесть углеродов, значит, сколько к СО2 надо взять? СО2. Шесть. Отлично. Затем уравним по водороду. Здесь двенадцать водородов, значит, сколько к СО2 надо взять? Шесть. А теперь смотрим, что с кислородом. Здесь двенадцать и еще шесть. Восемнадцать. А здесь сколько? Двенадцать. Шесть. Только шесть. Сколько лишних кислородов? Двенадцать. Двенадцать. Так? Значит, кроме сахара, кроме сахара, есть молекулы О2. Выделиться в окружающей среде. Из-за того, как побочий. Кислород – это мусор фотосинтеза. Это тот мусор, который растительная клетка выбрасывает. Кстати, ребят, вы учтите, что все говорят нам вокруг. Кислород – это газ жизни. Там без кислорода жить очень плохо и так далее. Строго говоря, кислород – это сильнейший яд. Очень сильный яд. Ну, допустим, такая штука. Про лучевую болезнь слышали? Да. Отлично. Есть человек, по-другому, действуя мощного ионизирующего излучения, начинают с самой разной неприятности, разрушается красный костный мозг и так далее. Серия событий, которые к этому приводят, какая? На самом деле, это не излучение, не энергия излучения вызывает поражение. Под энергии излучения происходит примерно следующее. Ну, хотя, там сложное преобразование, выкисливать вам не буду, не буду дурить голову вам. Важно, что молекулы кислорода распадаются, и в клетках появляется атомарный кислород. О. Не О-2, не молекулярный, а просто О. А, он цепляется за всю штуку. Это сильнейший окислитель. И начинается страшненькая штука. Окислительное разрушение живой системы. Так? Примерно половину тех мутаций, которые вообще, в принципе, возникают, то есть изменения далеко, это окислительный мутагенез. Так что, на самом деле, кислород, это он не газ жизни, с ним все не так просто. Так? Как мы видим, для растений просто отход, они его выбрасывают. Но дело в том, что после того, как кислород накопился в атмосфере, а весь атмосферный кислород создан только фотосинтезом, другого его источника на планете нет, а главное быть не может. Потому что сами подумайте, химичный свойственный кислород, что это за газ такой? Что это за вещь? Сильнейший. Сильнейший акислительный. Поэтому, если у вас в атмосфере некоторое количество свободного кислорода появляется, что он сделает? Он просто соединится с чем-нибудь и все, и уйдет в апсиды, и в атмосфере не останется. Поэтому, для того, чтобы концентрация кислорода осталась постоянной, какой процесс должен идти? Все время процесс выделения, возобновления этой муты. Это понятно? Так вот, весь круговорот кислорода, конечно, на фотосинтезе. Это единственный источник свободного кислорода на нашей планете. Отлично. Хорошо. А почему Земля-то все-таки потеряла часть своей массы? Вот Земля в этой бочке. А в ней же генерал-то. А зачем нужна минеральная соль? Сад, это уже построили, поселивши миеральную соль. Для роста ткани. Ой, ребят, для младшей школы хороший ответ. Я все-таки исхожу из того, что начало физики и химии у вас как-то активны. Более-менее знаете. Может, некоторые вещества просто не могут получить? Да, давайте вспомним. Без какого минимального набора групп органических веществ ни одна клетка не строится. Кроме углеводов, что надо? Углеводов или углеродов? Углеводов. Жиры. Жиры. Аминокислоты. Аминокислоты. То есть, что построить? ДНК. Жиры. Белки. Белки. Итак, углеводы, жиры, белки и еще ДНК. Какая группа веществ? Аминокислоты. Аминокислоты. Отлично. Так вот, из этой компании, а ясно, что без четырех этих групп соединений ни одну живую клетку вы просто не построите. Сахара, то есть углеводы и жиры, состоят только из трех элементов. Углерод, водород и кислород. Состав белков что еще обязательно входит? Сера. Сера входит, но не во все аминокислоты. А вот во все аминокислоты без исключения. А, азот. Азот. Это понятно? А теперь ДНК вспоминаете. Во-первых, там тоже есть азот. Потому что аденин, тимин, гуанин – это азотистое основание. А что там азотистое? Фосфат, как видите, разумеется. Набрать исходное вещество для строительных клеток из кислого газа и воды невозможно. Надо получать еще ион. Ионы азота, ионы калия, ионы натрия, ионы фосфат ионы и так далее по списку. Вот именно эти ионы растения берут из земли. Только если сравнить, какую массу они получают минеральных ионов и, допустим, потребляют углекислого газа. Чего больше? Для кислого газа. Для кислого газа, конечно, ребят, на порядке. Ее надо совсем чуть-чуть добавить для получения органики необходимой. А основная масса органики вот из этого материал строится. Значит, как называется такой способ питания, когда клетка прямо внутри себя строит необходимую для нее органику? А, автотрофа. А, автотрофа. Отлично. Растение – это частный случай аутотрофии. Дело в том, что вот эта реакция, это я ее на доске так выписал для вас, да? Обобщенная реакция фотосинтеза. А если бы я выписывал реальные процессы, которые происходят прежде, мне бы не только доски не хватило, мне бы вот этой стены не хватило. Значит, система реакции, ведущая к синтезу органики, исключительно сложна и далека. И догадайтесь, как раз, без внешнего источника энергия эта система преобразования идет или нет? Нет, нет, нет. Нет. Если вы взяли просто в пустынке, соединили воду с углекислым газом, что вы получили? Ну, газировку. Газировку. Вот то, что продается в киосках. Вода с газом. Ага. Значит, кстати, если вы ее даже померите, какая она? Она кислая. Да, она, конечно, кислая, потому что часть углекислого газа, сколько его грязь с водой, дала угольку. Вот, опять. Но никакого сахара вы так не получите. Значит, процесс фотосинтеза освоен, как и большинство процессов на нашей планете, бактериями. Именно они первыми научились его вести. И вообще-то, строго говоря, растение фотосинтезу не способствует. Да, это продукт древнего симбиоза. Эукариотические клетки захватывали под синтезирующих бактерий, но не переваривали. Ну, потому что такая бактерия сама создает органику из неорганик. Какой смысл ее переваривать? Ведь она будет в течение всей жизни поставлять необходимую еду. Так, масса признаков указывает на симбиотическое происхождение хлоропласта. Хорошо, славно вспомнили. А какой энергией для фотосинтеза пользуются растения фотосинтезирующиеся? Энергия солнечного света, энергия квантов света. Итак, такой путь аптетрофии называется фототрофа. Фотосвет. А какой еще вариант аптетрофии есть? Афтотрофия? Да. Хематрофия. Хематрофия. Значит, хематрофия, опять же, изобретена бактериями, как и все хорошее. Как живет хематроф? А хематроф живет, получая энергию от кислительно-восстановительных реакций. Понятно, что есть реакции, при которых энергия выделяется. Если есть система, позволяющая вот эту энергию запасать, можно ее использовать для синтеза силозерного? Да. Да, конечно. Так? Ну, например, железобактерии, извините, ферробактерии. Так? Что они делают? Они просто окисляют ион железа. Сколько разных степеней окисления возможно для железа? Ну, какие разные оксиды железа у вас нужны? Феррум 2О или феррум? Феррум 2О3. Феррум 2О3. А еще что-нибудь может быть? Нет. Может. Феррум 2О3. Четыре разных варианта. Так что железо может проявлять разную степень окисления. Так? При переходе от одной степени к другой. Так? Энергия будет выделяться. Сидят бактерии, у которых есть ферменты. Да, окисляющие ион железа. При этом выделяется энергия, которую бактерии используют для чего? А выключены? Просто растения получают эту энергию от солнечного света, а химосинтетики от реакции окисления или восстановления окружающей неорганики. Отсюда, кстати, интересный вывод. Кабинет химии у вас висит в таблице о створительстве. Да. Ага. А вот разные ионы того же самого железа имеют одинаковую растворимость или разную? Разную. Разную. Отлично. Слабоотисленное железо очень хорошо растворено. Вот сидят бактерии где-то на водном потоке, а в верховьях этих ручьев слабенькое, слабенькое месторождение железа, страшно рассеянное. Так? И немножечко ионы железа в эту воду попадают. Так? Железо слабоокисленное. Сидят бактерии в волосской почве, ловят эти ионы, да, окисляют их, получают энергию. Более окисленная форма железа имеет нынче растворимость. Что они делают? Восадок. Выпадают в осадок. Что будет происходить на месте существования этой бактериальной колонии? Но образуются всякие... Формируется рудное тело. Ребят, чуть ли не... Ну, на самом деле не все. Есть, конечно, и изверженное, то есть магматическое месторождение металлических руд. Ну, просто магнит вынесли. Так? А половинка вторая, это какие месторождения? Какие? Те месторождения, которые бактерии создают. Они просто, работая с неорганическими емами, так понижали их растворимость в воде, вызывали выпадение в осадок и, соответственно, формировалось рудное тело. Довольно ухим. Хорошо. Значит, автотрофы создали либо хематрофы, либо фототрофы. Ну, для наземных сообществ. Кто из них важнее? Хематрофы или фототрофы? Фототрофы. Конечно. Хематрофы важную роль в волнах сообществах играет. Теперь давайте немножечко по поводу факторов. То, о чем я вам говорил, логические факторы. Для всех автотрофов еда будет являться биотическим или абиотическим фактором? А. Абиотическим. Для них то, что мы называем едой, то есть сырье, с чего мы строим, с жизнью не связано, это неорганика. А для всех гетеротропов еда биотическая. 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 Мы с вами совершенно не можем в своем теле создать новую органику из неорганика. Согласен. Кроме еды, что еще являются биотическими факторами? То есть факторами, влияющими на выживание и размножение. Вода. Вода создана живыми существами или нет? Виотическими. Еще раз. Отлично. Наличие хищников. Важный фактор. Может повлиять на выживание и размножение. Еще как, если вас уже съели, вам размножится несколько сложно. Поэтому хищники, конечно, важный биотический фактор. Еще? А паразиты, вызывающие заболевание у вас? Важно. Важно? Важно. Только еще, конечно, очень важно. Итак, хищники, еда, хищники, паразиты, а еще? А конкуренты, которые претендуют на то же самое, что и вы, это важный фактор или нет? Да. А живые существа? Да. Может, могут. Да, живые. Так, значит, конкуренты, а еще без чего слегка напряженно размножиться? Без женской половины. Нет, без другой. Это смотря кому? Да, без другой. Значит, а это, допустим, размножиться без женской половины, без всяких вопросов. Как это назвать грамотно? Противоположный. Это называется без полового партнера. Если уж размножение двух пола, хорошо, а половой партнер – это биотический или абиотический? Биотический. Биотический. Биотический фактор. Вот мы получили с вами некоторые набор. Вы учтите, что реальность их на самом деле намного больше. Мы просто важнейшие группы перечислили, чтобы вы более-менее поняли, о чем где-то речь. Хорошо. А теперь амбиотический фактор важнейший. Вода. Вода. Ура, наконец, вода. Да. Хорошо, согласен. Еще. Так, кстати, место обитания, ну, точнее, место обитания, где мы будем жить? Место обитания не является фактором. У любого места обитания существует огромное количество характеристик. Фактором будет каждая фактористик. Может, солнечный свет. Солнечный свет. Давайте думать, для кого солнечный свет является экологическим фактором? Ну, правильно. Для растений. Для растений и всех потосинтетик. Отлично. А еще? Для нас. Для нас и для кого? Для... Мелькопитающих. Да, для... Только для мелькопитающих? Нет. Вообще, нет. Он очень важен, потому что, там, допустим, для травоядных всех. Так для кого? Для всех. Сколько? Для всех? Для потасинных свет важен? Да. Нет, просто солнечный. Тихо, тихо, тихо. Если бы не было, то... Представьте, если бы нас не было санкций, то всех нуждало. Так, потасину – это гриб? Это грибный гриб. Угу. К потасинцу грибы способны? Нет. Движение грибов характерно? Не знаю, я сейчас двигаться умеют. Нет. Нет. А зато... А грибом нужно кислород? А зато... Тише, тише. Что грибом нужно кислород? Так, стоп. Кислород – это второе производное отцвета. Ну, так если бы... Нет, нет, нет. Значит, кислород... Нет, нет, нет. Вот так никогда не делают. Почему? А иначе вы получите полностью размазанный набор действующих факторов. Вот для того, чтобы получить что-нибудь определенное, всегда считают как? От кого конкретно получаем? Потому что, если смотреть всю пересадочную линию, так вы и получите, что все связано со всем. Утверждение, конечно, очень красивое, только работать с ним можно или нет, вы никакие расчеты вести не сможете. Поэтому считают только непосредственно источник. То, что для растений свет является фактором очень важным, согласен, а еще для кого? Для всех фототрофов. Для всех фототрофов согласен, а еще для кого? Как грамотно сформулировать? Для всех, кто живет днем. Подосин, днем умирает. А его же может быть активно, что я долгий зашел. Очень даже активно. Растет, знаете ли, массу набирая. Пассивных живых существ вообще не бывает, знаете ли. Паучи не делают. А грибов у них не ограничены? Не ограничены. Грибы, это вообще отдельная история. Это отдельное царство, которое живет по очень интересным законам. Они же гетеротропы. Так? Сами синтезируют, а как они по нему. Бредма неподвижна. Вроде бы тупик. Смотрите, в чем суть тупика. А суть тупика вот в чем. Вот в этой точке пространства сидит автотроп. Так, посмотрим территорию его обитания. Вообще-то, по мере жизни любого живого существа, что будет происходить на территории его обитания с концентрацией нужных ему веществ. Уменьшаться. Он их потребляет. А с концентрацией отходов увеличится. То есть, на самом деле, любое живое существо, теоретически, да? Постоянно ухудшает собственную среду обитания. Все. Автотропы, большинство из них, подвижны или неподвижны? Нет, неподвижны. Неподвижны. Значит, ну хорошо. Растение поглотило весь имеющийся СО2. И дело в том, что все перемещено за счет дикозии. Вот в этом регионе СО2 поглощено. Ну и дальше что? Ну, он выделил кислород, который нужен всем. Хорошо, всем растениям-то он не нужен. Точнее, растениям нужно в 17 раз меньше кислорода, чем оно вот здесь его выделяет. Нет, смысл в том, что он нужен другим кислородам. Смысл в том, откуда растение дальше СО2 будет брать. От других. А организмы же выделяют. Стоп, за счет какого процесса к этому растению на эту территорию? Конечно, за счет дикозии. Это ясно? Поскольку для атмосферных газов, во-первых, дикозии, которые неостановимы, а во-вторых, воздушные потоки. Так? То есть, не важно, что мы здесь поглотили. Придет новое. Дефундирует, ветром принесет, и так далее. Из почвы вода. Поглотил всю воду, которая подомой. Она придет. Вода кончилась? Да нет, она, конечно, придет. На потоке. Да, та же самая дикозия. Да. Отлично, хорошо. А теперь, есть у нас гетерокров. Вот он сидит в этой точке пространства, и питается всякими памперсами и снекерсами. Отлично. Вот то, до чего он мог дотянуться, ему нужна готовая органика, да? То, до чего он мог дотянуться, уже слопал. И сидит, ждет, пока новый снекерс к нему не придет. Сколько времени ждать будет? Много. Пока не подходит. Поэтому, если уж мы гетерокров, какую задачку надо уметь решать? Движение. Да, конечно. Значит, причем, на самом-то деле, если подумайте, здесь два разных решения. Одно магистральное, а второе такое редкое, но тоже вполне правомерное. Что можно двигать? Можно двигаться в мире, а можно двигать мир. Сижу на месте, вообще перерос к камню, чтобы меня не трогали, и включил насос, который прокачивает мир, как меня. А на дорожке этого потока поставил сеточку, и все хорошенькое, что запуталось в этой сеточке, я, собственно, использую для еды. Как называется такой способ? Фильтрация. Значит, фильтраторы никуда не ходят. Они качают мир сквозь себя. Но магистральное для животных все-таки не фильтрация, это активное перемещение в мире. Здесь снегерсы кончились, пошел на соседнюю лужу, когда он попался, а потом перешел еще куда-то. Кстати, обратите внимание, что мы получаем в связи с этим способом питания. Если уж я подвижен в мире, желательно понимать, куда я двигаюсь, или просто двигаться, а это значит, какую систему органов надо заводить? Глаза там хотя бы... Как это системы органов называются? Органы чувств. Органы чувств и системы переработки информации. Органы чувств и нервная система. Скажите, а растениям с их способом питания все это хозяйство нужно? Нет. А сколько энергии потребляют органы чувств и системы переработки? Очень много. Растения дивным образом обходятся без всего этого хозяйства. Почему? Да никуда двигаться не надо. Значит, не нужно вот такое массивное исследование окружающего. Животные, наоборот, без этого обойтись не могут. А грибы? Грибы не умеют синтезировать. Они не будут синтетики. А можно кого-нибудь в симбиотах дать? Можно, но не все грибы симбиотичны. Очень многие грибы действительно реально симбиотичны. Но не все. А вот они отходы или отходы? Отходы. Ну, надо сказать, что есть грибы, которые сидят на некромассе, то есть на том, что вы называете, отходы. Так, либо на погибших телах, либо на непереваренных остатках на капромассе. Вот. Есть такие. Есть грибы-паразиты, которые вообще сидят на живом механизме, спокойно вырастворяют, ахабывают. Про перхоть слышали, как-то? Да. А все знают, что это грибковые заболевания. Да. Это, на самом деле, один из грибков, которые селятся на облашенных частях кожи человека и вызывают разрушение эпидермиса, внешнего слоя, изменение обмена в нем. А стопный грибок, слышали? Да. На стопе. Ага. Носковая флора, так называемая. Флора, которая заводится в носках. Кстати, а когда вообще возникла угроза стопного грибка и всех прочих дел? Мегапульс. Да не только мегапульс, когда появилась обувь, а главное носки, чулки, колпотки и все прочее. Скажите, пожалуйста, какой микроклимат возникает в вашей обуви, если она еще... А влажность. Во-первых, влажность в районе 100%, во-вторых, температура тела какая. А в третьих, у вас кожные жильзы есть? Да. Сальные потовые, выделение самых разных минеральных и органических веществ на поверхность. Вы понимаете, что вы создали идеальную теплицу для выращивания грибов. Носок, чулок, колпотка – это идеальная теплица. Да? Поэтому ясно, что возникли формы, которые в этих условиях. А ты сейчас ходишь босиком, а на него не зацепишься, потому что у него нога в сухом воздухе. Да? Влажность не отрегулирована. На поверхности кожи самая разнообразивная дрянь пыль называются. Сильнями, тревожься. И так далее. Вот. Так что у цивилизации есть свои оборотные слова достаточно часто. Ну ладно, это честный случай. Берем шампиньоны. Шампиньон не паразит. И не вступает ни в с кем символиз. Можно. Я цивилизации. Да. Питается, соответственно, он той органикой, разлагающейся органикой. Самой разлагает. Ну вот мы говорили, что вот у нас, если есть гетеротроп, сидит в этой точке, да, органика-то вокруг него кончилась, а шампиньон никуда не гуляет, он сидит на месте. Ждет, сколько ему ждать? Год. До смерти. А почему через год к нему и дефондируют органик? Потому что у меня что, в семи же к нему не одному? Может он фильтрует? У грибов ситуация, где нас с вами совершенно не ожидают. Но органик уже двигается. Грибы двигаются? Нет. Гетеротроп. Грибы гетеротроп. Вопрос, они двигаются или нет? Подвижны. Вот этот хитрый вопрос, сейчас посмотрим. Во-первых, размножаются грибы так. Спор. Спор. Значит, спор, одна-единственная клетка защитной оболочки, прилетела, упала, место оказалось подходящим, спор проросла, точка прорастания. Отлично. После растворения оболочки спора появился участок активной мембраны, которая мало того, что поглощает органик, который есть в растворе, ведь сквозь мембрану может пройти далеко не вся органика. Поэтому, что делает гриб? Синтезирует вещества, разлагающие сложную органику на простую. Ну, допустим, целлюлозу, ферменты грибов, режут на простые сахара. Только эти ферменты он держит в своей клетке или нет? В своей. Нет. Выпускать на руку? Он их выбрасывает на улицу. В результате вокруг этой клетки, что он начинается с целлюлозы. Она сразу сразу. Целлюлоза разрушается, давая простые сахара. А простые сахара легко скачат. Да. Легко скачат. Отлично. В результате. То есть у грибов внешнее пищеварение. Они разлагают органику не внутри клеток, а вне клеток. Хорошо. Эта клетка получила плодцию органики. Выросли. Имеет право? Да. Имеет право вырасти. Выросла. Отлично. После того, как выросла, делиться будет? Будет. Поделилась. Что с площадью поглощения органика? Увеличилась. Увеличилась. Соответственно, каждая из этих клеток выросла. А после того, как выросла, что будет делать? Делилась. Делилась. Обратите внимание, на этом этапе наметилась проблема. Вот в этой первичной зоне, что с концентрацией органика? Да ничего. Она постепенно падает. Куда она делась? Съелась. Ну да, ее уже взяли клетки. А вот в этой зоне, куда выдвинулись новые молодые клетки? Еще осталось. Да, здесь еще вполне нормально. Отлично. Дальше идет процесс. Так? Грибники. То есть гриб всю свою жизнь с тобой делает? Именно так. Обратите внимание, можно ли сказать, что гриб совсем не движется, не сходит с точки? Нет. Да. Только движения не такие, как у нас. Это ростовые движения. Это распространение в пространстве за счет роста. То есть она споро создает грибницы? Да, конечно. Грибницы вырастают и заодно единственное споро. А за сколько лет? О, это очень быстро происходит. Это не за долго. Если условия подходящие, то за часы, десятки часов и так далее. Мицелий грибной растет очень быстро. Внимание, здесь одна важная штука возникает. Имеет ли право грибницы замедлить рост? То есть производство новых клеток. А почему не имеем? А иначе не хватит. А иначе, если я задержался с ростом, у меня же все время вот в этой зоне обитания концентрация органики падает. Она же поглощается, да? Надо все время лезть наружу. А если мне надо очень быстро осваивать новую территорию, есть ли у меня время и возможность производить специализированные клетки. Клетки какого-то нового типа. Нет. Нет. Поэтому у грибов не бывает разных тканей. Все клетки и гриба одинаковые. А зачем тогда гриб на верх вырезать? А на верх вырезать не гриб, а малюсенькая-малюсенькая его часть, которая как называется? Плодовое тело. И вот плодовое тело вот у того, что вы собираете в лесу, Одна функция. Одна функция, когда создать споры. Да? А на самом деле, хорошо, вы кричали в здоровый лес, куда-нибудь там, я не знаю, в Тульске, Зайсика. Лес площадью пару сотен квадратных километров. Вопрос. Сколько там можно найти разных организмов подосимых? Тысячи. Один. Один организм какой-то площади. Сотни квадратных километров. Грибы, это самые, шляпочные грибы, базидиумицеты, просто самые крупные из всех организмов, обитающих на нашей планете. Всякие там синие киты и секвои отдыхают. Да? Дело в том, что вот у этого гигантской трехмерной сети мицелля, которая пронизывает действительно там весь лес, образуются десятки, сотни, тысячи плодовых тел, которые выназывают грибы. Но это на самом деле просто разные точки одного организма. А он может выйти запретил это у вас? А вот это уже проблема. Дело в том, что подосимники, так же как подберезники и все прочее, это симбионты. Они вступают в симбиоз с деревьями. Симбиоз грибов с деревьями называется микориза. Грибница вырастает в корне дерева. А можно увидеть? Можно, можно. Это вполне. Мы на биопрактиках как раз сейчас из деревянного жировесника микориза изучаем. То есть они выглядят так, как вы рисуете, или какие-то вот такие сосуды? Грибница не может никаких сосудов образований. Нет, ну вот это. Это такие... Нити. Нити построены из клеток. Это самое большое растение? Стоп, стоп. Грибы это не растение. Нет, это самое большое живое существо. Живое организм. Живое организм. Да? К крупнейшим живым организмам относятся. Ну и что дает такой союз? Корень высшего растения и мицелия, гриба. Дерево, да. Дерево организм. Организм. Отлично. А этот, наоборот, не арганикум. Нет, воду и минеральную соль. Значит, дело в том, что по ботанике вы учили, что воплощение корнями воды и минеральных солей происходит через корневые волоски на корнях и так далее. А вы знаете, что у многих растений просто нет корневых волосков. Да? И они выношены? Есть растения без корневых волосков. Как же они тогда получают? Через корневые волоски. Через корневые волоски. За счет микоризма. За счет такого симбироза. И на самом деле, даже у тех растений, у кого есть корневые волоски, все равно существенная часть воды и минеральных солей идет за счет микоризма. Ну, даже какая площадь поверхности у мицелия? Гигантская. Гигантская, да? А мицелий, он такой, получается, ему вот разностотель и ему нужна была как бы больше питательных веществ. Правильно. Правильно. Ну, он каждый раз растет, растет. Хорошо, хорошо. Правильно рассуждаете. Теперь думаем. Представляем себе лес. Почему не кончаются питательные вещества для вот такого гигантского мицелия? Да, можно. А, ну да. Однажды осень, что будет в лесу? В листопаде. Листопаде. А ты что? Разогнать. Ну, конечно. И не в последнюю очередь, кстати, грибы в эволюцию жизни на нашей планете действительно существенный рвук делают. Вот. Выходит на очень важное место в эволюции биосферы. После того, как растения научились строить древесину. После того, как возникли одревесневающие стволы, побеги и так далее. Дело в том, что основа древесины целлюлоза. А целлюлоза – это вещество, которое переварить страшно трудно. Вот грибы, ну, наряду с бактериями, но у бактерий по ушкам учаются. Это специалисты по разложению целлюлозы, главные на планете. Да? Да. А у грибов есть конкуренция? А как же? А как она? Джерби. Ага. А какие самые древние формы воинов на нашей планете? Чем воевали? Хемическим. Хемическим оружием. Кто главный конкурент на грибов, кроме других грибов? Червячки. А какие червячки? Бактерии. Бактерии, конечно. Червячки отдыхают. Потому что любой червячок, любое подвижное животное, да, он же на свое движение тратит бедный уйму энергии. А из-за этого среду, что может ли он размножаться с такой же скоростью, как вот эти ребята? Да нет. Да нет, конечно. У него свои заботы, свои игры. А почему некоторые грибы, например, грибы, не едят этих червячков? А, ну, во-первых, значит, не пораженные самыми разными вторичными козелами, грибы в тех местах, где просто нет таких лесов, или нет таких червячков. Вообще-то, на каждый биологический вид есть свои праздники. Да? Просто живут они неравномерно по всей планете. Ну, так же, как все прочие. Пока, подождите, первая ситуация, когда просто грибы могут бактерия и грибники. Воу, отлично. Кстати, если напряжется немножко, то даже школьного курса может информация взять. Как грибы борются с бактерией и еще и побеждают. Яды. Как называется эти яды, которые синтезируют на целью грибницы? Как называется яд, при помощи которого треснивый гриб пенициллин подавляет окружающие бактерии? Пенициллин. Антибиотики. Именно так. Антибиотики. Именно так. Значит, какая группа химических веществ вообще называется антибиотиками? Что это такое? Это вишняк, это антибиотик. Антибиотик. Значит, это яда, которая действует на прокориот, а на эукриот не действует. Значит, откуда человечество имеет источник? Это яда. Грибы, а еще, еще один премиум источник. Дело в том, что бактерии все одинаковые, все разные. А бактерии эукриотики, да? Не бывает бактерии эукриотики. Нет? А, ладно, простейшие. Не простейший фокум это делать, а вот бактерии бывают все разные. Будут ли одинаковые яды действовать абсолютно на все бактерии равнозерные? Одни от других. Одни от других. Так что сырьем для антибиотиков, таким нормальным, ходовым, мировым сырьем являются либо грибы, либо бактерии. Вот два главных источника для получения антибиотиков. И между собой, есть у них между собой очки, разумеется, есть система подавления иммунитета животных у паразитических грибов, то есть широкий спектр химического оружия. Вот так их возня ведется. Идея понятна?